Дети одного солнца. Фестиваль семейного творчества состоялся на базе Фокинского отделения помощи семье и детям. Праздничное мероприятие было приурочено к Международному дню семьи, который отмечается во всем мире 15 мая. Веселая заводная музыка, детский смех, игры, развлечения, конкурсы. Прекрасный весенний день позволил провести развлекательное мероприятие с Микки Маусом на свежем воздухе. Главные участники игровой программы – ребята, посещающие Фокинское отделение помощи семье и детям. Таким оригинальным способом в учреждении социального обслуживания решили отметить Международный день семьи – праздник, принятый многими странами мира с 1994 года. В рамках инновационного проекта «Дорогу оселит идущий» сегодня на базе отделения помощи семье и детям проводится фестиваль творчества «Дети одного солнца». Мероприятие приурочено к Международному дню семьи, который состоится 15 мая. Основная цель мероприятия – это привлечение внимания общественности к проблемам и потребностям семьи, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, а также воспитание в детском обществе толерантного отношения к детям с инвалидностью. Добрую инициативу педагогов отделения помощи поддержали социальные партнеры. В числе спонсоров мероприятия – индивидуальные предприниматели, волонтеры, представители общественных организаций, партийных движений. Я думаю, это замечательно, когда детки обычные и особенные, вместе контактируют и учатся понимать друг друга, учатся вместе играть. Это поможет им и в будущем, когда они вырастут, быть социально адаптированными как одним, так и другим. Это, я считаю, очень правильно. Мы давно сотрудничаем с Центром помощи семье и детям, и в этот раз они тоже к нам обратились за помощью в организации праздника, который проходит сзади. Мы не отказываем, мы всегда сотрудничаем. Ну и вот деткам теперь вот такой замечательный праздник. В рамках досугового мероприятия в отделении помощи была организована выставка детских рисунков и поделок. Создать свой шедевр смогли все участники мастер-класса по изготовлению подсолнуха «Маленького солнышка на ножке». Обучающий урок провела инструктор по труду Ирина Кондратенко. Так, открываем клей и начинаем приклеивать листики к одному из трубок. Смотрите, начинаем приклеивать листики. Через короткое время, благодаря общим усилиям, кабинетный класс превратился в поле с желтыми жизнерадостными подсолнухами. Улыбки на лицах детей сияли так же ярко, как на картинках. Поддержало солнечное настроение участников и занятия по программе сенсорной интеграции детей. Рисовать с помощью ладошек лучики для солнца оказалось весело и увлекательно. В результате получилось замечательное радужное солнышко. Дети очень любят работать, особенно с красками. Очень любят работать пальчиками, очень любят работать ладошками. И, конечно, они любят работать именно в коллективе. У них всё это очень получается. Арт-терапию мы проводим очень часто. Поэтому всё они знают, всё умеют. И всегда эти занятия проходят на ура. Приятным завершением детского праздника стало вручение подарков. Накануне фестиваля прошла благотворительная акция «Детям дети». Члены волонтёрских организаций собрали для ребят с ограниченными возможностями здоровья подарки, наборы для творчества и сладости. Хотелось бы поблагодарить всех наших социальных партнёров, которые приняли участие в организации и проведении такого замечательного фестиваля для детей с ограниченными возможностями здоровья, для родителей и также для всех деток, которые посещают отделение помощи семье и детям. Древняя мудрость гласит, государство – это большая семья. А семья – это маленькое государство. И держится оно на любви, любовь. Радость и отличное настроение объединили в этот день всех участников солнечного фестиваля в одну дружную семью. Изумительно. Молодцы. Вообще хорошо. Конечно, это бывает очень редко, но очень прекрасно. Мы частенько бываем, состоим в социальной защите. На этом всём Новый год и все праздники. Плюс 23 февраля и 8 марта. Ну, очень молодцы, девчонки. Организация изумительная. У меня сюда ходит внук, Саша. Ну, уже года больше. Им очень нравится. Организация очень разнообразная. Очень хорошие преподаватели. В общем, всё отлично. Я довольна. Организация.